всем привет с вами марс и сегодня я вам хочу показать blood and souls and souls короче бс ру это очередная корейская ммрпг но она мне понравилась не действует на нервы по крайней мере мне не действовал довольно приятная система крафта и квестов ну по крайней мере первые тридцати уровней они тупо не надоедают ну что ж создаем персонажа димушка то что мы поначалу выбираем класс воин стрелок марк или бард это не имеет никакого значения ибо только там с 10 до 15 уровня мы сможем выбрать себе профессию ну то есть кем будем до того мы можем быть кем угодно я пожалуй в начале выберу лучника так лучник я сказал прическа ну вы узнаете естественный японский стиль вот так вот так сделаем его русом лицо надо открыто о побрутальней отлично но одежда не пускай быть полахом мне нравится балахом и имя ему дадим пергидал вы да ладно пускай будет пергиов 20 че случилось герои айзи нифига чем создался ну окей начинаем игру и попадаем в нубскую локацию я все таки решил играть за лучника я вам покажу первые квесты сейчас покажу ай блин что только показать тут есть система клубочка то есть отправляет тебя сразу по квестам очень удобно по крайней мере для меня так же и по мобам ни нпс ни админы игры не жалобятся на подарки то есть ни на опыт ни на плюшечки дарятся вот такие вот награды допустим выходит время и тебе приходит подарок так просто приятно кач тут тоже очень легкий очень такой ненавязливый незадрачливый вот моба респица быстро и ты можешь тупо радиусными атаками всех пидорить без проблем быстро набиваются уровни игра не надоест буквально до 30 левела ну это лично мое мнение кто не согласен то ваше уж дело вот есть вот такое окно которое вам всегда будет помогать заданиями навыками блин навыками я уже заговорюсь хер хер есть вот такое вот окно навыков это все нубские навыки то есть пока мы их не изучим мы не получим специальность специальность воин стрелок или маг до 20 уровня мы можем использовать мы можем использовать все оружие как лук таки копье таки магические блин система подбора лук такая самая как и везде бегайте и собирайте ну что же вам еще показать игра немного подлагивает но это скорее всего из-за того что я пишу через фраз и вот наша первая плюшечка но они такие ненадолго вот этот буквально на 7 дней зверушка служит для того чтобы ты куда побежал зверушка служит для того чтобы подбирать наш лут что такое что происходит я дальше показать все прелестили а показывает только лаги по моему это прекрасно используем этого кролика назовем ее СДД кролик привет тебе кролик квесты простые квесты интересные квесты интересные ну иногда конечно есть квесты там допустим пойди и убей сотню сотню других мобал или других плюшки просто прекрасные за них даются или репутация я ничего не могу сказать по поводу того что игра крутая или игра говно но все же смотрите оцените сами о белый единый рог офигенно вот такие вот подарочки на семь дней правда но так все равно оцените пожалуйста первые квесты должен сказать о графике технологии графика говно приятно для глаза правда когда смотришь на цветы немного реже зрения это ничё это ничё как сказал бы фанамаз текстурки то говно но все равно графика довольно приятная в городах в особых локациях это просто нуба локация попробуем показать город попозже потом покажу своего своего перса и конечно не любителям эмо но в свое время вот это называется озвери то есть ярость когда ваш персонаж убивает определенное количество мобов у него нападает озвери еще есть такая такая фишечка как называется режим бога он входит его все способности то есть все скиллы возрастают до максимума вносит максимум урона так коротковременный эффект но он спасает жизнь это просто звери самый настоящий вот видите качаться очень просто и везде на всех локациях будет мобы вот такого типа вашего левела на левел ниже вы их будете тупо валить за пару ударов и кача будет идти довольно хорошо легко и славно ну вот еще навык про систему крафта я расскажу отдельно про систему улучшения для того чтобы улучшить вот опять убил 20 мобов и вот такая вот хрень опять этот озвериный опять можно качаться набивать убивать тупо короче рвать их в клочьях в течении там со скольки в течении там 30 секунд тупо всех их педалить к чертям все круто весело и громко но но тем не менее эта игра как и все MMORPG начинает приедаться и тупо надоедать и вот такая хрень есть еще называется концентрация это как вы поняли кто играл в лоды это милость позволяет посидеть в таком трансе и похилиться восстановить за небольшой период времени ману и жизнь сейчас я вам покажу персонажа вот вот это окно персонажа тут игрок прописывает свои данные это как визитная карточка ранф это ваше положение в обществе то есть пвп на арене дается и репа и ваша известность есть еще это ваш питомец так сказать но пока он для меня не доступен ибо я нуб ну у меня просто маленький лавин так черт давно я уже не играл в БС но решил вам чисто показать чтоб чтоб вы посмотрели что это все таки за игра она есть бесплатная но тут продвинутая система доната то есть где не ткнись у вас будет даже когда вы открываете сумку у вас тут есть популярные товары премиума то есть сумки это все покупается за премиум 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 на 7 дней таинственные всякие ящики все все это за монеты тут же также усиление это куча полезных для пвп наборы персонажей всякая хрень блин тут хочешь жить умей вертеться конечно но тут можно играть и без доната абсолютно это не то что в Володах блин зашел докачался там до 30 30 35 уровня одетом даже на 25 ты приходишь уже на схитепе той кто с рунами тот и рулит тут и говорить не о чем без рун ты говно без фолианта знаний ты быстро не прокачаешься тупо задолбешься эти квесты сраные делать а вот что то вообще поставили на чисто на деньгу то чтобы добывать деньгу это все началось с тех пор как Алоды выкупил мейл ну Алоды это Алоды но простенькие квесты сразу дается вам все по старту у вас сумочки которые открываются со временем хотя их можно и докупить отдельные слоты для заданий то есть квестовы оно мешать не будет и как я уже говорил наверно пока вы не докачаетесь до 20 левела вы можете выбрать себе кем вы будете играть ибо то что я выбрал ученика в начале это ничего не решает я вот могу открыть инвентарь где-то у меня есть что-то хрень копье ученика ну и чо я так же само драться теми самыми скилами тем же самым копьем ученика например а копьями может пользоваться только воина но это чисто чисто нубская способность когда ты уже начнешь качаться там по классу именно по тому которому ты выберешь видите как быстро набивается уровень это везде так естественно будут локации где будет сложнее будет локации где будет легче но кач тут очень просто просто ты не паришься вообще не за шо вообще что про графон сказал про геймплей я думаю вы сами справитесь мне уже рассказывать нечего поставить мне оценку насчет этой игры ну приятное ММО которое не очень раздражает как тот же ВОВ который меня начал доставать уже где-то на часу так четвертом тупо кач начал задирать меня а лоды надоедают за два дня в этом можно играть недели недели две три это будет приятно это будет хорошо это будет нормально ну делайте свое мнение я буду постараюсь сделать обзоры еще на несколько ММО чтобы просто вам их показать а мнение думаю вы сложите сами я ставлю этой игре 9 из 10 всем спасибо всем пока до новых видео до новых встреч я